Покупайте ключи ко всем популярным играм Steam и Origin в интернет-магазине SteamAccount.ru. Магазин проверенный и надежный, работает более 3,5 лет. Предзаказы по низким ценам на Battlefield Hardline, Far Cry 4, Assassin's Creed Unity и многое другое. Steam Surprise всего за 59 рублей, испытай свою удачу. SteamAccount.ru, интернет-магазин компьютерных игр. Добро пожаловать, друзья! Это, как обычно, Forest. И у нас с вами новое обновление версии 006. Вышло сравнительно недавно. Так, что мы видим? Как-то слишком темно, я не знаю, хорошо это или плохо. Теперь мы можем нажать Space, чтобы пропустить эту заставку надоедливую. Слушайте, раньше было, по-моему, посветлее. Я помню точно, были оранжевые облака. Мне казалось, что мы летим прямо в ад. Сынуль, держись! Так, добавили, по-моему, какие-то эффекты, новую музыку, анимацию падения и так далее. На самом деле, очень много чего интересного буду рассказывать по мере находок. Так, у сына какая-то глянцевая была голова, как у шалтая-болтая. Но не в этом суть. Поведение аборигенов добавлен каннибализм. То, в принципе, чем славились аборигены всегда, с самой первой версии, да, мы всегда знали, что они каннибалы. Что они едят людей. Но разработчики добавили интересную фичу, что теперь будет несколько племен, и они будут есть друг дружку. Будут съедать тела погибших соплеменников. Вот такой вот интересный прикол. А также, не знаю, слышно или нет. О, это что сейчас я увидел? Не знаю, что это за эпичный взрыв был какой-то. Коробки разлетелись. А это мы с вами выясним, что там было. А птичка пролетела просто сквозь самолет. Ну ладно, не в этом дело, в принципе. Слушайте, реально птицы летают? Так, забираем пидометр наш, кушаем. Но хочу заметить, что теперь очень мало восстанавливается у нас с вами выносливость и здоровье после всех этих съеденных припасов в самолете. Давай закроем тебя, пока толку от тебя никакого нет. Так, я съел рацион, но видите, вообще практически ничего не дало. Добирай, собирай. Да, в плане оптимизации, вот сейчас могу, кстати, надо посмотреть настройки. Так, Motion Blur в Medium. Ну, в принципе, как и стояло. В принципе, все, как у меня раньше и было. Только иногда, конечно, я замечал проблемы в плане освещения. Фух, ну что, ребята, давайте посмотрим на воду, поменяли ли они. Вот календула, кстати, долгожданная, которую мы так долго пытались найти. А с водой, по-моему, примерно та же беда. Видите, вот такой вот свет, такое вот свечение. То есть, в этом плане ничего особо не пофикшено. Ладно, мы, как обычно, с вами движемся на пляж. Я заберу микросхемы. Оу, по-моему, здесь раньше текстура была получше, если я не ошибаюсь. Я не знаю, что тут намутили. Почему самолет... Так, what the fuck? Бро, а почему у тебя там, где должны быть глаза, просто просветы? А что с твоим горлом? Господи, что с ним сделали? Е-е-е, мазафака бич, да, получается? Слушайте, он стал какой-то страшный. Знаете, ночью такой силуэт увидишь. У-у-у, типа как смерть с косой, да, издалека кажется. Ладно. Без понятия, зачем. То есть, там, по идее, должны быть глазницы, может, там глазные яблоки. Потому что во многих играх используется такая вот скелетная анимация. Может быть, как-то и здесь. Добавили коробки. Вот эти коробки теперь можно двигать. Ой, воу, 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 FPS, вы что творите? Я не знаю, что сейчас было, но кадры, как видели, просто... А, упали фактически до нуля. Я без понятия, почему. Тут есть фонарик, можно это все залутать. Это дело очень интересно. Да? Давайте посмотрим. Инвентарь вроде как не поменялся. А, давайте зачитаем. Поведение аборигенов. Разные племена теперь взаимодействуют друг с другом, охотятся, преследуют, воюют и поедают тело упадших товарищей. Хорошо это или плохо будем смотреть. Пока что я тут ничего не вижу. Вот, я что-то не помню, чтобы здесь лежало тело. А, по-моему, это тоже тело, ведь точно так же одето, как и девушка, из которой мы только что забрали топор. Ладно, друзья, давайте двигаться дальше. А, от этой цитадели зла. Так, палочки я собрал. Что еще нам давали? Тень улучшили. Улучшение тени вызывает графические баги. И, возможно, в принципе, не только просадка кадров. Ну, и, может быть, игра даже вылетать. Я, честно говоря, не вижу, где тут улучшенные тени. Может быть, вот это. Знаете, так часто разработчики нас кормят обещаниями, что-то такое говорят. Но, на самом деле, зачастую только хуже делают. Так, мы сразу же вышли на берег. И что у нас тут поменялось? Вот, знаете, я вот этого раньше не видел. То есть, добавили какую-то ветку. Что это, я не знаю, что за жесть. Ее нельзя разбить. Она просто как элемент декора. Как, например, те же морские звезды. Тебе кеды не поменяли? Нет? В принципе, все то же самое. Вот такие вот дела. Так, пойду заберу топор и будем... О-о-о-о, нифига. Слушайте, а работает распрыжка, смотрите. Практически как в КС-ке. А раньше, я не помню, чтобы здесь находились вот эти цветы. Этих кустов точно тут не было. Это стопудово. Стопудово, стопудово. Отличненько. Так, птицы. Мне нужно тебя убить, дорогая моя. У тебя же есть ценные перышки. Я смогу сделать лук. Интересно, лук пофиксили или нет, посмотрим. Так, забираем это дело. Я не знаю, зачем они посадили тут эти вот кусты, что это нам дает. Я не могу их сорвать. Я даже не знаю точно, как они называются. Я их, видите, рублю, они пропадают. Просто пропадают. Так, давайте почитаем еще. Добавлены две новые пещеры неподалеку от озера. Озеро с гусями. Ребят, честно скажу, никогда никаких гусей здесь и в помине я не видел. Разная живность обитает в лесу. Но гусей... Гуси-хуюсь. У нас такого тут не было. Так, дружище. А, ты у нас забагован. Я могу тебя, в принципе, не трогать. Хорошо. Значит, новые пещеры. Мы посмотрим. Я думаю, что я сделаю не одно видео по этому обновлению. Оно действительно большое. Будет интересно посмотреть. Так. Мне нужна яхта. Обычно с каждым новым... Новым дополнением... Что-то... А что это там такое вдалеке у нас, друзья мои хорошие? А, либо там что-то не прорисовалось, либо там что-то стоит. А, давайте почитаем. Я туда, конечно, пойду, но у меня... Мне хотелось бы... Ей, ты же вроде мертва. Ты же вроде бы мертвая. Какого хрена ты двигалась? Так, интересно, интересно. Очень даже стало. Вы знаете, я особо в это дело не играл. Оно вышло, я включил, побегал минуту, посмотрел на оптимизацию. И выключил. Так, мне нужна яхта. Яхта какого хрена она почему-то не у нас... Нет, респаунилась нигде. Ее нет. Вижу акул. Обычно акулы как раз обитают возле места, где должна быть яхта. Ладно, давайте побегаем еще. Так, что это такое? Какие-то деревья... Вот, кстати, можно рассмотреть. Я не знаю, зачем так разработчики сделали. Почему у нас как бы голова и туловище... Как бы две разные текстуры и забыли там закрасить. Не знаю. Здесь видно, да, что голову как будто присобачили просто так. На текстуру тела. Исправлено отсутствие света от созданного факела. Раньше мы знаем, что я зажигал факел, и он абсолютно никакого эффекта не давал. То есть, хуже даже становилось. Так, а что тут яхты? Нет, друзья мои хорошие. Яхты я просто не вижу. Интересно. А если мы прыгнем и умрем? Я как-то не особо хочется, знаете, рисковать. Но надо бы проверить. Яхты здесь нет. Она у нас обычно респаунилась. Либо вот с этой части острова, либо с противоположной. Я, конечно, попробую. Воу-воу-воу-воу. Ну, вроде как более-менее нормально. Что это такое? Да, схема. Забираем это дело. Это все нам пригодится. Кстати, можно сделать пару коктейлей молотова, я думаю, для начала. Потому что если тут... А, у меня ткани нет. Добавили... Давайте покушаем. Несколько племен, которые враждебно настроены друг на друга. Если мы встанем между ними, это будет нехорошо. Так что вот такие вот пироги, друзья. Так. Поплыли. Слушайте, яхты вообще нет. И хрен знает, где она вообще может быть. Ладно. Давайте сходим в ту часть острова, посмотрим, что там. Какой-то трэш. Я смотрю, как... Видите, там были такие, как штуки. По сути, это какие-то проблемные текстуры. Получается, что так. Видны были соединения, как бы, стыки этих текстур. Это, конечно, нехесть хорошо. Все. Погнали целенаправленно. Более-менее посмотрим. Аборигенов, слава богу, нет. Я ничего такого плохого не вижу. Пока мы будем бежать, можно почитать еще лог по обновлениям. Что же там добавили? Добавлена каустика. Сквозь воду проходят лучи света и прочие эффекты под водой. И, честно говоря, в этом обновлении вода мне не нравится. Она какая-то, ну, как-то неестественно сделана, что ли. Давайте пробежимся вдоль берега, заодно посмотрим. Тучки сбегаются. Будет скоро дождь. Смотрите, какая вода. Я не знаю, где тут отражение они видят. Раньше это вроде как работало. Хотя, в принципе, небо затянуто. Да, погодные условия, конечно, здесь поменяли. Это заметно. Все ловушки можно перезарядить. Для повторного использования это хорошо. Действительно, это очень правильно. Потому что раньше вы построили ловушку, потратили ресурсы. А ее использовать можно было только один раз. Это никуда не годится. Слушайте, я не знаю, что это. Это что-то огромное находится на том берегу. Сейчас потихонечку добежим, поглядим. Так, свет от чучел теперь настроен правильно. Тоже интересное обновление. Исправлена ошибка застревания людоедов в земле, когда игрок сбивал их с ног. Такое тоже бывало, мы тоже замечали. Внешний вид ловушек улучшен. Это я вам уже говорил. Слушайте, что же это за хрень? Это какой-то ящик-контейнер, что ли? Сейчас пойдем посмотрим. Вау, 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 вау. What the fuck? Это что было? Это что за хрень такая? Смотрите, я отхожу. Вот вперед-назад. Вперед-назад. Вот вам и баг, смотрите, довольно забавный. Вот мы и развеселились, друзья. Так, тихо. То есть, такой глюк я замечал с чемоданом. Если вы помните, когда мы назад возвращались, там был чемодан. И он всегда как-то норовил вверх взорваться, как пулей выскакивал. А ну, еще раз давайте посмотрим. Вот, ведь каждый раз эта анимация срабатывает. Да, по-моему, это желтый контейнер. А сейчас мы до него доберемся. И мы тут бегали с вами, но я не помню, честно говоря, чтобы здесь вот этот пляж такой был. Вот здесь, допустим, помню. Да, а вон там, где контейнер лежит, по-моему, это разработчики добавили. Я, видимо, еще не дочитал до этого места. Все ловушки можно перезарядить. Игрок может угодить в собственную ловушку, поэтому теперь надо быть предельно аккуратным, когда бегаете. Добавлены пять новых типов растений. Не указано. Разработчик не указал конкретно какие. Разные цветочки, конечно, здесь есть. Я не знаю, какие из них можно брать, какие нельзя. Вау, вот-то ф... Так, смотрите, опять этот глюк. Вот как бы ничего нет, я подхожу, и коробки начинают просто как фейерверком взрываться. Нифига себе, я от нам просто улетела. Так, ладно. А что это за коробки вообще? Зачем их добавили? Какая их цель? Мейл-экспресс. Возможно, это какая-то... Ну, там почта, видимо, какая-то американская. Я не знаю. И люди явно не получат уже свои письма. Поэтому это печально. Это действительно печально. Если эти коробки здесь, по идее, должен быть где-то именно этот самолет... Вряд ли это наш был самолет. Хотя, знаете, был фильм, помните, там где... Господи, как же звали актера? Я забыл. Том Хэнкс, вот, из головы вылетела. А он тоже работал вот такой вот компанией. Может быть, это как раз... Туда они источник взяли, вдохновились фильмом. То ли выживший, то ли как-то так назывался. Я не могу ее разбить. Как он оказался, например, на таком же острове и выживал. Так. Работал тоже в доставке почты, я помню. Так. А0БРО или БР0. Я не знаю, что это за названия такие. В принципе, можно прочитать. City of Light, Калифорния. Electronic Rate Provide. Замечательно. Если вам что-то это говорит, можете написать в комментариях. Надписи читаемые. И это действительно классно. Вот этой части пляжа я действительно не помню. Сколько мы тут бегали, такого не наблюдалось. Возможно, это связано из-за того, что добавили две новые системы пещер. Мало того, что две пещеры такие... Новые... Умирай, подло. Вот. Отличненько. Так, давайте наденемся. Можно, кстати, скрафтить еще немного чудо-коктейлей. Потому что яхты нет, самолета... Ой, самолета. А сигнального пистолета тоже как бы нет. Это печаль. Что еще нам тут интересного сделали разработчики? Оптимизация травы на уровне движка Unity. То есть теперь FPS... О, вот яхта, смотрите. Я-то думал, какого хрена ее нет в привычном месте. Что это? Куда мы попали с вами? Этого точно не было. Это что, она так тень отбрасывает? Я видел, как будто что-то побежало черное по земле. Охренеть можно. Слушайте, этого действительно не было. Я не помню, сколько мы тут бегали. Видимо, придется обновлять карты. Вот часто в интернете в группе скидывали карты по Форесту. Так, я могу. Она не забагованная, нет? Нормально, вроде запрыгивает. Слушайте, прикольно. Добавили новую часть острова и добавили возможность появления в этой области вот этой яхты. Так, ну хорошо. Предположим. Так, веревку я забрал. Интересно, я могу там лук скрафтить? Еще нет? У меня палок нет. Мне нужна палочка. Так. Класс. На самом деле появилось очень много мест, где можно нормально построиться. Видимо, вот эти коробки с письмами как раз из этих контейнеров. Я не думаю, что их перевозил самолет. У меня впечатление, что вот такие вот контейнера перевозят именно на танкерах. На каких-нибудь огромных суднах. Но я не вижу тут ни затонувших кораблей, кроме яхты. Ничего такого и в помине тут нет. Привет, птичка. Так, загандошили за милую душу. Не знаю, с какой целью разработчики их добавили. Может быть, как-то можно туда залезть. Давайте проверим. Огромный контейнер, действительно. Внутри ничего нет. Ни пасхалки, никакого лута. Я бью по стенке, я не слышу никакого металлического отзвука. Ничего нет. Скорее всего, это как временное убежище может служить. Я не знаю, как аборигены отреагируют на него. Вдруг пройдут сквозь него. Это нам еще предстоит узнать. Так, там еще желтый есть. Давайте посмотрим. Тут. Ну, лут разбросан так. Так-то. Какая жесть. Судя по песку внутри, мне кажется, что они тут давненько находятся. Вряд ли это с нашего самолета, опять же. Я думаю, что в версии 007 вполне себе могут добавить затонувшее судно, которое можно будет залутать. И, скорее всего, на нем можно будет жить. Давайте отправимся туда. Поглядим, чего там у нас. Очень хочу верить, что тут акул нет. Смотрите, он как бы находится в воде, этот контейнер, но не тонет. На самом деле, такой огромный металлический контейнер должен был затонуть. Возможно, это просто какой-то огрех. Какой-то греш, что-то такое в игре. Так. Тут есть водичца. Можно поплавать. Опять же, ничего нет. Ни малейшего намека на лут. Можно, кстати, рассмотреть этот прекрасный... Оу-оу-оу! Только что молнию заметили. Все, поплыли. Что же еще добавили интересного? То, что можно пропустить авиакатастрофу на пробел, это мы и так уже поняли. Исправлена ошибка, когда стрела застревала в воздухе. Такое бывало, да. Некоторые стрелы я даже брать не мог обратно. Исправление в ландшафте. Камни в некоторых местах были над почвой. Теперь встать в скамейки можно быстрее, нажав клавишу движения вперед, присесть. Блять, опять это летает. Какого черта? Улучшена модель скамейки, улучшены отражения в объектах. Так, тихо, ша. Воу-воу-воу-воу, тихо, что-то только что появилось. Ну ладно, на это мы особо внимания не обращаем. Очень странно он стоит. Я могу что-то забрать? Там под ним что-то лежало. Простой камешек. Залазь, дружище, давай посмотрим. Да, у меня чувство, что аборигены в принципе сюда забраться, скорее всего, не смогут. Уж больно далеко. Мало того, что это как бы отдельный островок, так тут еще и вода. Ну, птицы летают, это им можно. Они у нас, господа, забагованные, так что нормально. А, давайте попробуем на соседней. Видите, пропадают некоторые текстуры. Я хрен знает, с чем это связано. Так, тихо. Надеюсь, что меня никто не съест. Всплывай же. Готово. Так. Вот такие вот пироги. И это только самая малая часть, я думаю, того, что мы смогли с вами найти. Контейнер бросился сразу издалека. То есть он не прорисовался. А на подходе к этой локации... Так, сюда мы взобрались, но впереди... А нет, я могу забраться. Но мне что-то мешает. Видите, я не могу пройти, потому что здесь невидимая стена. Разработчики мне не разрешают изучить этот остров досконально. Так, ну, в принципе, вот так это все и выглядит. Многие, я помню, пытались построить плотик или дом на воде и добраться до этих мест. Но попытки их были тщетными. Так что вот такие вот дела. Вот опять мы видим эти ящики. И опять же, довольно забавно смотрится. Так, радуга. Обалдеть. Интересно, а если аборигены увидят такой взрыв этих ящиков, не припечет ли у них ненароком? Так, скоро уже будет темно, а у нас с вами, по сути... Воу-воу-воу-воу! Прорисовался быстро! Вот, готово. Мне бы хоть какой-нибудь костер сделать. Кстати, теперь, по-моему, чтобы сохраняться, вы можете просто построить самый обычный шелтер, но не обязательно в нем спать. Если он у вас уже есть, стоит, то, в принципе, игра будет сохранена. В Форесте мне всегда нравилось звездное небо. Оно действительно очень красиво сделано. Это, по-моему, наверное, самое красивое, да, что есть в Форесте. Ну, не считая там рассвета, заката. Вот такие вот дела. Так, посмотрите, какое обилие лута здесь разбросано. В темное время суток это очень хорошо заметно. Так, забирай, дружище, забирай. Аборигенов нет. Сколько мы бегаем воинственных воюющих племен. Встречи тут не было как-то. Не встретили, не доводилось. Так-с, ну что, давайте двинемся еще куда-нибудь посмотрим. Конечно, ночью пещеры исследовать не самый лучший вариант. Мне бы шелтер сделать. А для этого мне надо вернуться на пляж. Да, лута, конечно, поприбавилось. На этот пляж можно целенаправленно бегать, например, залутаться. Очень много всего. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Так. Есть также лодка. Мы ее видели и ранее. Слушайте, по-моему, я замерзаю. Мне очень хреново. Дружище, давай-ка подпей чего-нибудь. Есть фонарик. Не думаю, что он меня спасет особо. Так, лодка, по-моему, да, уже имеет текстуру. Потому что я находил на этом острове лодки вообще бестекстурное. Тупо белое. Но я по-прежнему, по-моему, могу в нем... Нет, не могу пройти. Вот такие вот дела. Да, с ней делать ничего нельзя. Все, побежали обратно. Напр... О-о-о, тихо. Так. Улучшенные отражения от объектов. Не знаю, где и то что улучшили, но я чего-то такого не замечал. Новые предметы на карте. Пакеты и контейнеры. Взаимодействовать с ними нельзя. Добавлены для дизайна. Вот мы и дочитали до них. Я просто не читал этот лог, теперь я хоть знаю. Но было приятно. Было такое необычное открытие. Что-то новенькое. Жаль, конечно, что нельзя взаимодействовать. Очень печально. На самом деле, где-то еще добавлена некая желтая палатка. С какой стороны точно она находится, я не знаю. Ну, один раз я нашел палатку, но она была с другого конца острова. Так, дружище, ты у нас мертв. Аккуратненько. Это старая пещера, это мы знаем. Значит, надо найти озеро. Если я не ошибаюсь, то это, по-моему, где-то находилось, по-моему, в середине острова. Там было озерцо. И, по-моему, там что-то могло быть интересное. Никаких гусей, конечно, там и не было. Никогда не видел. Даже звуков таких не было, чтобы там кто-то что-то издавал. Так, слушайте, аборигенов вообще нет. Нет, есть, есть, есть. Естественно, он, по-моему, как латексный. Видите, он, блядь, да-да-да-да-да-да. Вон он побежал, ублюдочный. Так, родной мой. У меня для тебя есть маленький сюрприз. Огонь стал хуже. Посмотрите, он какой-то пикселизированный. А огонь стал реально пиксельным. Но из-за него теперь я еле-еле вижу. Он там, по-моему, стоит. Да, точно, попал. Отлично. Раньше они ходили группами по три... О, 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 что это такое? Что это было? Ребят, я не знаю, что это было. Как будто он меня что-то бросил. Я начал гореть. Какого хрена? Ладно. Огонь реально стал хуже. Мало того, что я теперь ничего не вижу. Абсолютно. Примерно такой же эффект был у факела. Но теперь его якобы пофиксили. У меня есть вообще доски какие-нибудь? Нет. Дерево в инвентаре вообще нет ничего. Вон еще один. Еле-еле. Я только вижу, что блестит. Охренеть. Скатывается. Смотрите, огонь скатился. Вот. Так, загорелся. Ну, красиво сделано. Я, правда, не знаю, зачем оно так разлетается. С какой целью разработчик это сделал. Видимо, чтобы огонь поражал больше... Какие-то больше локаций. Не знаю. Но, вы видите, оно все сгорело. И как бы не видно, что я что-то бросал. Так. Красавица, ты как? Новых вроде аборигенов не добавляли. Поэтому удивляться нечему. Что еще нам интересного тут могли сделать? Давайте почитаем. Так. Новый предмет, это мы знаем. Новый объект на карте. Оранжевая палатка. Взаимодействие с ней опять же нельзя. Она также добавлена для дизайна. Мы ее еще поищем, когда будет уже светло. Улучшена сцена авиакатастрофы. Добавлена новая музыка и улучшены звуки. Такое себе минорное дополнение, я бы даже сказал. Добавлен значок удаления недостроенных объектов, а также добавлены звуковые эффекты при удалении таких объектов. А давайте попробуем. Что бы и нет. Мы не открывали с вами сегодня. Меню крафта. А почему я не могу выбрать? А в чем проблема? Я нажимаю, а оно не выбирается. Может быть, я место неудачное выбираю для... Нет, все нормально. А, вон кто-то идет. Вижу, 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 вижу. Быстро, быстро, быстро. Ну, уже выбирай. Готово. Если бы они не блестели, я бы, наверное, так и не понял, что там кто-то стоит. Есть? Вон, смотрите. Так, надо быстро скрафтить, пока гребаный аборигенюшка не понял, что тут происходит. Давай. Привет. Держи. Немножко... Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Вот это нехорошо. Вот это нехорошая встреча. Самое интересное, что... Только хотел сказать, что они не бегут. Все какие-то красные были. Что за паника, ребята? Я как бы обновление смотрю. О, конец-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, бро. Добавили, кстати, еще ящики, которые могут плавать. Вот самолеты, чемоданы. По-моему, они и раньше прекрасно плавали. А в одной из серий ящичек даже плавал, я помню, в воздухе. Такое дело тоже было. Слушайте, мы их немножко покромсали. Они, видимо, поняли, что не возьмут меня численностью и просто-напросто свалили. Или не свалили. У меня есть время. Нет, у меня есть зубы. Но я не могу с них ничего крафтить. Я почему-то не могу использовать книгу крафта. Я хрен знает, почему она не работает. Ни шелтер, ничего не ставится. Может быть, есть предположение, почему так происходит. Возможно, рядом находятся враги. Но раньше нашему главному герою это, в принципе, помехой не было. Нужно было спокойно ставить и не париться. Так. Дружище, ну, для костра, я помню, тебе нужны были листочки. И надо было... Вон еще, смотри, стоит. Тихо, 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 тихо. Давай поближе подойдем, познакомимся. Привет! Как твои дела? Слушайте, она отходит. Боже, неужели вам интеллект дали? Наконец-то дали мозги. То есть я подошел. Она повела себя, в принципе, как и должна была изначально повести. Вон там наверху ходят еще. Она боится, видит какой-то незнакомец. И поняла, видимо, что надо что-то делать. Воу-воу-воу. Тихо. Все. Парочка ударов и дело в шляпе. Варашек побежал. Так. Хочу заметить, что фонарик тоже пофиксили. Как вы видите, он работает значительно дольше, чем раньше. Привет. Привет. У многих возникал вопрос, почему же иногда свет становится таким красным. Как вы видели, мы убили варана. И, скорее всего, его кровь попала как раз на наш фонарик. Только я не знаю, чем мы светим, потому что... А, вот в руках фонарь, да. Этот глюк был еще в самой-самой первой версии, когда можно было носить с собой, например, несколько видов оружия. Многие говорили, что если взять топор и ногу, типа аборигены боятся. Ну да, ну да, конечно боятся. Так. А вот теперь я действительно ничего не вижу. Так, ладно. Вон, по-моему, кто-то стоит. Кто-то стоит, либо это просто такие... Нет, это кусты такие. Да, вон какая-то... Смотрите, они реально сделали, что они поодиночке. С одиночными справиться очень легко, кстати. Привет. У меня жизнь, у меня нет ни еды, ни воды. Так, подожди давай. Да. Интеллект, конечно, подхрамывает. Они стали поодиночке убиваться очень просто. Без каких-либо напрягов. Давайте покушаем, попьем. Батарейки. Батарейки можно выбрать. Теперь, по-моему, перезаряжать уже можно фонарик, да, как-то? R. Вот, нажимаем R. Ну. Нет, не работает. Я где-то видел, по-моему, перезаряжался фонарик. Могу его экипировать. Не знаю, может, у меня какой-то глюк произошел. Но действительно, я видел ролик. И, по-моему, даже в самом личном перезаряжал батарейки. Но что-то у нас пошло не так. Ну, такое-то обновление, друзья. 0.06. Вот так вот оно работает. Такс. Что у нас еще интересного? Нам в любом случае надо дождаться утра. И только потом уже можно отправляться исследовать остров далее. Потому что тут ловить, по-моему, больше нечего. Мне пришлось просто-напросто переиграть. Потому что там произошел какой-то глюк. Я не мог ничего строить. Некоторые текстуры моргали. Хрен знает, с чем это было связано. Я вам забыл показать интересный момент. Теперь здесь можно выйти так же, как и с передней части. А ранее, в ранних версиях, здесь, по-моему, был завал или что-то лежало. Вот типа вот такого ящика. Поэтому путь, естественно, был недоступен. Либо там проползать под самолетом можно. Есть такое дело. И сейчас мы, кстати, это проверим. Я уже забрал, что хотел. Так, давайте попробуем. Я помню, здесь на картоне присаживаешься. И вроде как легко, да, оказываешься внутри. Это первый вариант. На самом деле, в самолет можно попасть, по-моему, несколькими способами. Где-то здесь, по-моему, был еще один проходик. Я помню, здесь, по-моему, как-то можно было вроде. Так, ладно, чтобы не застрять нигде ненароком, я предлагаю посмотреть прямо здесь, работает ли сейчас уже постройка. Например, 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 я хочу поставить... Да, все работает. Видите, это просто какой-то был, видимо, единичный глюк. Хочу надеяться, что это единичный глюк. Ставим это дело. И теперь это очень важное, на самом деле, обновление, потому что раньше оно бесило. Если вы не так ставили, ни по тем углам, ни на той местности, вы не могли это убрать. И оно очень мозолило глаза. Теперь я могу нажать на С. Там нарисован был мусор. И соответствующим таким звуком текстура удаляется. Ну, давайте поставим, допустим, 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 допустим. Ну, вот, я хибару ставлю прямо на варана для варажка. И я подхожу. И надеюсь, что произойдет чудо, что я могу убрать это. Нет? Да, я могу и убрать. Нажимаем на С. И это дело пропадает. На самом деле, я бы добавил это версии 002. Потому что это как бы основы крафта, основы выживания. Очень нужно было это сделать намного раньше. Ну, по крайней мере, хоть сейчас. И на этом им спасибо. Ну что, ребят, первая часть обзора обновления версии 006 закончилась. Я с вами сейчас попрощаюсь. В следующей серии мы пойдем поищем, где эти новые пещеры находятся. И более детально изучим список изменений. Самое такое значимое я вам, в принципе, уже показал. Поэтому пока, 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 пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok